Всем привет! Кто не знает, меня зовут Любовь Тарасенко. Я инструктор по дрессировке собак, судья ФЦИ по рабочим качествам, член сборной Украины по ИПО 2001 года. Уже более 30 лет я занимаюсь дрессировкой собак разных пород. Основное направление это подготовка собак к испытаниям и соревнованиям в УПК, ИПО и другим видам дрессировки. Я посчитала, что лично мною или под моим руководством к испытаниям было подготовлено около 160 собак разных пород. Это были немецкие овчарки, малинуа, ротвеллеры, ризеншнауцеры, ртели и даже такие экзотические породы, как сибирский хаски и стафарширский терьер. Но больше всего я работала с породой доберман. Так получилось, что свой путь до дрессировки я начинала с доберманом. Я дрессировала их, а они учили меня. Именно поэтому в работе с ними у меня больше всего опыта. За многие годы общения с доберманами я досконально изучила их характер, особенности развития от щенка до взрослой собаки. И соответственно, у меня появилось много фишек в своих наработках, которые помогают достичь хороших результатов в работе с этой замечательной, но не простой породой. По грубым подсчетам, 80 доберманов успешно сдали испытания после моей подготовки. Десяток из них вышли на уровень международных соревнований. Особая гордость – участие моих доберманов в чемпионатах мира РЦИ и ИДЦ, где они всегда получали квалификацию под известными строгими судьями. А моя любимица, огонь жара из Грациана, стала призером чемпионата мира ИДЦ в Словакии. Акьярча смена – единственный доберман в Украине, получивший квалификацию на чемпионатах мира ИФЦИ в Словении и Германии. Сейчас на экране вы видите работу не только моих личных собак, но и мою работу с чужими доберманами. Многие узнают своих питомцев. Большинство из них попадали ко мне уже с каким-то багажом-навыком, и поэтому приходилось исправлять ошибки, чтобы достичь результата. Каждая собака была новым, бесценным опытом, и я им всем благодарна за это. Именно благодаря им я имею сейчас такой богатый опыт в дрессировке вообще, и этой породы в частности. И хотя сейчас я имею собаку другой породы, я продолжаю работать с доберманами Туфу. Я много общаюсь с доберманистами, и вот один из них натолкнул меня на идею снять необычную серию обучающих видео по дрессировке. У меня на канале уже есть достаточно много популярных роликов по дрессировке, снятых давно. Некоторые из них уже устарели, ведь год от года методики обучения совершенствуются. Но люди их смотрят, и они и попугают. Однако сейчас будет принципиально другое видео, скажем так, в другой формат. Но цель та же – помочь начинающим дрессировщикам правильно обучать собаку. Сейчас у меня неожиданно появился щенок Кагермана на длительное обучение, и это дало возможность на его примере снять поэтапную, подробную, пошаговую дрессировку. Ну, обучение с нуля и до сдачи испытаний по разделу послушания. Это не будут красивые рекламные видео, где собака уже все умеет, и дрессировщик показывает на ней, как надо, чтобы она выполнила навык. Это будут простые домашние видео, не всегда хорошего качества, но достаточно, чтобы вы могли увидеть все ступени обучения тому или иному навыку. Понять, когда переходить от одного этапа обучения к другому, и что делать, когда собака ошибается. Конечно, нельзя сказать, что по этим видео можно подготовить любую собаку. Нет, собаки даже одной породы очень разные, и то, что подошло этой собаке, может не сработать на вашей, и вам придется искать другой путь. Однако, все же большая часть методик имеет общий характер для всех собак. Но эти методики несколько изменяются в зависимости от породы и конкретной собаки. Доберманы более темпераментны, импульсивны, своедравны и азартны, и это вносит свои коррективы в работу с ним. И вы сможете на видео увидеть и услышать это. Постараюсь не забывать, не забывать говорить об этом в момент работы с собакой. Если у вас собака какой-нибудь впечатлительной или элитматичной породы, то вам не стоит идти тем же путем, как с Добермана. Но если у вас темпераментная овчарка, веселый резин, покненный малинуа, то эти видео могут оказаться вам полезными. Помощником в съемках видео стала Доберман Флёр. Активный, смышленый щенок в 7 месяцев. Обычного шоу-разведения, неотборного рабочего разведения, самая обычная собака. У нее есть как свои достоинства, так и недостатки. И моя задача, используя достоинства, свести на нет и недостатки, чтобы в конечном итоге достигнуть хорошего результата. Посмотрим, что из этого получится. Сразу уточню, что это не бытовая дрессировка, а подготовка к испытаниям, рабочим тестам, БХ и ДЖП. Поэтому моя задача, чтобы собака работала быстро, весело, активно и максимально четко. Это вступительное видео я записала не сразу, а спустя месяц работы с ней. Уже есть на канале небольшой итоговый ролик с работой Флёр. Спустя 3 недели. А вот как все начиналось, я буду показывать теперь по этапу. На первом видеоролике тоже будет небольшое вступление. Я не стала убирать его. Пусть будет все без монтажа. И последнее. Обращаюсь к совсем начинающим дрессировщикам. Если у вас что-то не получается повторить со своей собакой после просмотра видео, не отчаивайтесь. Возможно, нужно изменить что-то конкретно для вашей собаки. И вы всегда можете получить помощь, отправив заявку на онлайн-дрессировку. Вся информация об этом есть на сайте команда Азарт. Хорошего вам просмотра, удачных тренировок и успешных стартов. До встречи на моем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok